В ходе встречи лидеров государств в G7 в Корнуоле, США и Австралии пытались убедить Европу в том, что Россия представляет большую опасность, и сторонники деградации ее экономической мощи сильно ошибаются. Так, в частности, полагают эксперты The Australian. После аннексии Крыма, Запад наложил на Россию санкционные меры, но страна не погрузилась в экономический хаос, хотя реальные доходы россиян и упали на 10%. Экономика РФ остается шестой по величине в мире с точки зрения покупательной способности, считая автомобили стрижку, независимо от их стоимости в долларах США, и сопоставимо с ФРГ, подчеркивают западные журналисты. При этом россияне тратят от 150 до 180 миллиардов долларов ежегодно на вооружение. Некоторые аналитики считают, что эти цифры занижены в 2-3 раза. По мнению Маргариты Канаевой, аналитика Джорджтаунского университета, в настоящий момент Российская Федерация шестая в мире по вложениям в разработки ВПК, среди которых важное место занимают беспилотники, автономные транспортные средства и технологии машинного обучения, применяемые в сфере кибербезопасности. Россия, в отличие от США и других стран, смогла подтвердить теоретические изыскания в области вооружений на практике и эффективно испытала ряд своих боевых систем в ходе военных операций в САР. Мощь России не в последнюю очередь обеспечивается и внушительными валютными резервами, объем которых достигает порядка 600 миллиардов долларов, а также стабильным экспортом энергоносителей и других товаров. Большое значение западной аналитики уделяют широким возможностям РФ вести войны в киберпространстве, вмешиваться в выборный процесс в других странах и использовать свои боевые подразделения против ВСУ. Подобные выводы приобретают особую значимость в преддверии саммита Джозефа Байдена и Владимира Путина в Женеве. Австралийские эксперты считают, что Россия в ближайшем будущем станет более опасным противником для Запада, чем Китай, и в Вашингтоне должны четко осознавать уровень угроз, исходящих от Москвы и ее авторитарных правителей.